Доброе утро! Да, это очень важно, это самое главное практически, да, потому что только позитив. Аня, вопрос такой, вообще вот расскажите всем нам, нашим телезрителям, что такое инклюзивный танцы, вот это направление, что это вообще такое? Инклюзивное творчество в целом, что? Вообще инклюзивные танцы это совместное танцевальное творчество молодых людей, детей с инвалидностью и без, которые основаны на законах, скажем так, танцевального искусства, волонтерства, спорта и реабилитации. Скажем, коротко, это танцевальная реабилитация, совместное творчество. То есть данный вид творчества, инклюзивный танцы, позволяет реабилитироваться детям, людям с ограниченными возможностями здоровья. А как давно вы вообще занимаетесь этим направлением? Ну, скажем так, диплом танцевально-двигательного терапевта я получила очень давно, а именно этим направлением начала заниматься с апреля 2016 года. То есть совсем недавно? Именно инклюзивной хореографией, да. А что вас подвигло начать заниматься этим? Меня пригласило общество без барьеров реализовать проект инклюзивные танцы в нашем городе, в городе Улан-Удэ, для, скажем так, популяризации этого направления, чтобы мы по возможности как можно больше людей и детей собрали вместе и дали возможность самореализовываться и творчески, и вот показывать себя. Аня, вот скажите, пожалуйста, вообще насколько вот это направление, да, инклюзивные танцы и вообще это творчество развито у нас в Улан-Удэ и вообще может бурять и в целом, то есть есть еще где-то какие-то ваши коллеги, где-то еще преподается это вообще, как это развито, насколько развито это все на творчестве? Ну, скажем так, что это только набирает свои обороты, но на самом деле так или иначе ведется работа, может быть, это не только хореография, то есть у нас педагоги работают и в творческих направлениях, например, и за студии, да, ДПИ, прикладное искусство, и постепенно начинают набирать обороты. Ну, это новое для Улан-Удэ. Ну, вообще да. Класс. Вот так. Мы молодцы. Мы молодцы. Вернее, вы молодцы. Какие-то делаете ли вы выезды, я не знаю, в районы, может, республики какие-то, что такое? Пока нет, но мы на самом деле планируем. То есть я буквально не так давно побывала на фестивале инклюзивного танца в городе Москва, посмотрела уровень, посмотрела, насколько много участников со всей России собирается и показывает свое творчество. И, скажем так, наша цель на следующий год постараться выставить наши танцевальные номера и наших уже детей представить на большой сцене Москвы. То есть вы планируете в Москву? Ну, обязательно. Я думаю, обязательно получится у Анны и у ее коллектива, у деток. Сейчас прервемся на небольшую рубрику, совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Аня, вот мы посмотрели сейчас видео. Вот расскажите примерно что-то вроде такого же вы преподаете. В том числе да. То есть здесь было представлено именно танцы на колясках. То есть это достаточно сейчас развитое направление. На данный момент уже проходят и чемпионаты по современному бальному танцу. Ну, у нас в республике у меня занимаются дети и на коляске, и без. То есть в основном у меня от 6 до 18 лет занимаются ребята с разными категориями ОВС. То есть это нарушение слуха, нарушение зрения, изменение в опорно-двигательном аппарате, ну и так далее. То есть мы по возможности используем максимально наше движение, наше тело для того, чтобы творчески самореализовываться. Аня, то есть возрастные ограничения все-таки какие-то есть или в принципе их нет? Вообще их нет. То есть просто на данный момент было... Мы когда начали заниматься, у нас было 9 человек. И возрастная категория была взята именно из тех людей, которые начали посещать. На данный момент у нас уже 30. То есть и с каждым днем, скажем так, наш коллектив разрастается, расширяется. И поэтому ограничений возрастных нет. Отлично. Аня, скажите, пожалуйста, как вот обратиться к вам, как попасть, как начать заниматься интузивными танцами? Тех, кто в этом нуждается, кто хочет. Расскажите, пожалуйста. Ну, мы находимся в Доме творчества Октябрьского района. Можно будет позвонить либо туда, либо мне лично. Мы рады любому сотрудничеству. И коллективы города мы приглашаем вас к сотрудничеству. Мы приглашаем волонтеров. Если кто хочет поучаствовать в нашей деятельности, мы всегда рады и всегда будем открыты к любой поддержке и к любому творческому процессу. Вот так. Аня, ну в двух словах, как влияет это творчество на состояние, на физическое состояние, на здоровье человека? То есть какие основные плюсы в этом танце, в этом творчестве? То есть люди, начиная заниматься этим, они чаще улыбаются просто такие, собственно, на позитивчики? В любом случае на позитивчики, потому что танец сам по себе является очень терапевтичным. Здесь идет даже момент такой, что эта творческая реабилитация позволяет, скажем так, в комфортной обстановке, в комфортной среде заводить новые знакомства, реализовывать себя, узнавать свое тело, узнавать свои возможности использования своего тела, творчески выражаться. Выражаться и совместная деятельность, это новые знакомства, то есть это дает большой заряд энергии и стремление к чему-либо. А ну, пожелайте что-нибудь нашим телезрителям. Телезрителям я желаю доброго утра, хорошего настроения и будьте счастливы. Вот такие добрые слова, пожелания от нашей гости из рубрики «Горожане» от Анны Батраниной. Всем хорошего дня, мы совсем скоро к вам вернемся.